Прошедшая неделя была чрезвычайно богата на события. Сегодня мы будем говорить на очень многие очень интересные темы. Тут будет нам и опять Саша Сидякин, и Муртазар Ахимов, и взяточники из мэрии. В общем, я сегодня специально так расставляю сюжеты, чтобы вы досмотрели сегодняшний выпуск до конца, и действительно это сделаете, будет интересно. Начнем с федеральной темы. На прошедшей неделе совершенно внезапно и без объявления войны депутат Государственной Думы Российской Федерации 7-го созыва Виталий Милонов потребовал от Генпрокуратуры возобновить уголовные дела в отношении Урала Ахимова и Муртазы Габайдуловича Ахимова. Честно говоря, я не припоминаю, было ли когда-нибудь возбуждено дело в отношении Муртазы Ахимова. По-моему, нет. А вот, кстати, в отношении Ради Хабирова уголовные дела возбуждались. Но, в общем, так или иначе, Виталий Милонов, скандально известный ранее петербургский депутат, а теперь депутат Госдумы, потребовал начать преследование семьи Рахимовых. Обосновал он это тем, что якобы Игорь Изместев снова дал какие-то показания в тюрьме по поводу кровавых событий давно ушедших лет. И вот на этом основании Виталий Милонов требует от Генпрокуратуры возобновить уголовные дела в отношении Рахимовых, связанные с передачей акций Башнефти и всевозможных иных манипуляций с собственностью Башкортостана. Казалось бы, при чем здесь петербургский православный депутат Виталик Милонов и Башкортостан? И действительно, ранее никогда не наблюдалось, чтобы Виталий Милонов проявлял какой-либо интерес к нашей скромной республике. Но все, наверное, объяснит вот это замечательное фото, на котором изображены два веселых депутата Государственной Думы. Чуть не сказал обидное слово. Вот так вот, эти оба депутата, корча смешные рожицы, значит, очевидно демонстрирует близость отношений. Виталий Милонов и Саша Сидиакин, тот самый Александр Сидиакин, ныне глава администрации Радия Хабирова, сидят вместе. Все это наводит на печальные мысли о том, что у Виталика Милонова, видимо, тяжелые времена, и он начал гастролировать по регионам. Он вовсе не депутат Госдумы от Республики Башкортостан, а у нас, напомню, 13 депутатов есть своих. И вот почему бы этому постороннему рыжему Виталику начать заниматься делами Рахимовых, которые прошли уже 10-11 лет назад, совершенно непонятно. Но вот, повторюсь, эта фоточка все объясняет. Теперь, конечно, о качестве этого нанятого жалобщика. Честно говоря, Виталик Милонов не лучший выбор для того, чтобы всерьез пойти в атаку на Рахимовых. Но, видимо, это все, на что хватило фантазии у нынешней администрации Радия Хабирова. Виталик Милонов известен тем, что он пытался засудить певицу Мадонну, он пытался защитить российских граждан от клетворного воздействия рэпа и хип-хопа, он пытался запретить Симпсонов, а также Виталик Милонов пытался запретить аборты. Слава богу, ничего из вышеперечисленного у Виталия Камилонова не удалось. Собственно, наверное, такую же судьбу уготовили и для его обращения по поводу Рахимовых. Но важнее понять, почему вдруг администрация Радия Хабирова начинает войну с Муртазой Рахимовым и вообще войну с прошлым. Собственно, мы много раз говорили, да и не только мы, о том, что Радия Хабиров, конечно, плоть от плоти Муртаза Рахимов. Рахимов его учитель, Рахимов его политический родитель, это безусловно. Но мы помним также и то, что в 2008 году Радий Хабиров еле-еле спасся. По легенде, в багажнике автомобиля бежал из Башкирии, вслед за ним неслось преследование, его исключили из партии, возбудили на него уголовное дело. Кстати говоря, уголовное дело, которое возбуждалось против Радия Хабирова во времена Рахимова, оно очень интересно по своей сути. И стоило бы, наверное, заняться воспоминаниями о том, о чем шла речь тогда. Собственно, мало кто помнит, за что же там возбудили уголовное дело. Навряду с тем, что Рахимов как породил Хабирова, так же он является его главным таким обидчиком. В 2008 году, когда Хабиров бежал из Башкирии, казалось, что его политическая карьера закончена. И, в общем-то, руки Рахимова могут дотянуться и до Москвы, но не случилось. Вернувшись сюда, уже в 2018 году, наверное, наивно было бы полагать, что Хабиров забыл о том, что случилось между ним и Рахимовым, что случилось между ним и Сарбаевым, что случилось между ним и Толкачевым. И многие отмечают, что Радий Фаридович человек очень злопамятный, способный хранить в своем сердце и в своей душе вот эту обиду долгие годы и впоследствии отыграться в удобный момент. Соответственно, когда он прибыл сюда, мы неожиданно наблюдали вот это братание Рахимова с Хабировым, как бы примирение. Но оно носило очень разную природу. На самом деле, Хабирову в тот момент очень нужно было примирение с Бабаем, а Рахимов благосклонно согласился на это примирение или хотя бы на его имитацию. Я не думаю, что оба они коим-то образом изменили отношение друг к другу. Конечно же, эти отношения уже сформированы давным-давно. И вот теперь мы наблюдаем атаку на Рахимова. Зачем это, в принципе, сейчас нужно Хабирову? Казалось бы, 86-летний патриарх, давно отошедший от политических дел, ну, 10 с лишним лет уже, в общем-то, не участвующий в реальной политике Башкортостана, несмотря на то, что ему приписывают там какое-то демоническое воздействие. По крайней мере, Хамитов очень любил предполагать, что все его неприятности исходят от Рахимова. И вот теперь Хабиров, судя по всему, повторяет путь Хамитова. Все провалы и неудачи, которые случились уже за последние два года у команды Хабирова и у него самого, они пытаются повесить на своих предшественников. В частности, абсолютный провал внутриполитической деятельности в республике и вот эту историю с Хуштау, которая явилась уже окончательной иллюстрацией этого провала, они пытаются подвесить на Рахимова. Очень смешно, если честно, читать телеграм-канальчики Мурзагулова о том, что там Рахимов способствует какой-то экстремистской, сепаратистской деятельности в Башкирии, там финансирует этих. У него буквально у Мурзагула вчера еще Сарбаев это все финансировал, теперь, значит, уже Рахимов. Мы должны понимать, что Рахимов, конечно, ну, при всем при том, что к нему можно относиться по-разному, и я отношусь к нему более чем негативно, но надо понимать, что Рахимов, он абсолютный государственник в плане того, как он привык смотреть на государство и на свое положение в этом государстве. Конечно же, он историческая личность с точки зрения региона, и человек, который там так или иначе внес огромный вклад в историю и в развитие республики Башкортостан. Конечно же, Рахимов стоит на позициях российского государства и Башкортостана внутри этого государства, с определенными своеобразными представлениями об этом, но представить Рахимова тайно финансирующим каких-нибудь там лаххабитов, салафитов или какие-то, значит, кружки башкирских националистов, я не могу, если честно. Это, ну, как не солидно, так и нереально. Но это очень хорошо вписывается в представление Саша Сидякин, Мурзагулова, да и, собственно, наверное, самого Радия Хабирова. Окажись они на месте Рахимова, наверняка они бы делали именно так. Вот в чем штука. Потому сейчас мы наблюдаем вот этот вот концерт мартовских котов как бы по поводу того, что Рахимов, значит, там во всем виноват. Это действительно очень смешно, и это, конечно, ничем не кончится с точки зрения, значит, там вот уже Мурзагулов начал завывать, что скоро Рахимова увезут в кандалах, но как бы об этом не мечтал Ростислав, конечно, этого не случится. Рахимов многократно отмечен благосклонностью Путина. Путин вообще не склонен карать отставников и пенсионеров, соответственно, конечно, не случится. В тот момент, когда Рахимов утратит свое милосердие, свойственное масштабу личности, вот тогда, конечно, может прилететь и Мурзагулову, и Сидякину, и, собственно, оба они ему на самом деле по зубам. Появились подробности ареста двух чиновников Уфимской мэрии. Напомню, что недели ранее Следственный комитет при поддержке Федеральной службы безопасности и при ее оперативной разработке задержал двух чиновников мэрии Уфы, достаточно высокопоставленных чиновников, в том числе господина Тухватулина, руководителя департамента градостроительного надзора и выдачи разрешений, и его заместителя. Задержали их с поличным, с крупной суммой денег, 10 миллионов рублей, и была представлена версия о том, что они получили эти деньги за разрешение на строительство некой гостиницы в Октябрьском районе города Уфы и за последующее сопровождение лояльного отношения к этой стройке. Впоследствии, уже на прошедшей неделе, следствие заявило о том, что раскрыта некая схема регулярного извлечения коррупционных доходов в мэрии, было даже выдвинуто такое предположение, что в месяц оборот этой преступной группировки составлял порядка 200 миллионов рублей. Нетрудно посчитать, что за два года воцарения в мэрии господина Мустафина и всей вот этой вот Хабировской мэрии, следуя арифметике следственных органов, коррупционным образом только в этой части мэрии, только в этом управлении было изъято порядка 4 миллиардов рублей. Ну, если умножать количество месяцев и давать небольшую скидку на Новый год. Тут, конечно, очень много вопросов. Во-первых, для меня лично очевидно, что необходимо подвергнуть сомнению и ревизии все разрешительные документы, которые выдала мэрия Мустафина за весь период своего деятельности. История с Носковым, Шатару ставили пять, история, которая разворачивается сейчас на стройках Черняковки, на улице Конституции, Арджиникидзе и на многих других, говорит о том, что нужно проверить и тщательно проверить на законность выдачи всех разрешений на строительство, которые были выданы мэрией Ульфата Мустафина. Во-вторых, надо задаться вопросом, если внутри мэрии 32-летний господин Духватуллин способен организовать коррупционную схему объемом в 4 миллиарда рублей, ну, так предполагает следствие, то, простите, а куда смотрел Мустафин? И тут два варианта. Или Мустафин ничего не знает и не в доле, или Мустафин все знает и в доле. Третьего варианта точно нет. Но, позвольте, если Мустафин не знает о том, что у него под носом, этажом ниже происходит вот подобное, то какой же это мэр? Ну и второй вариант, если Мустафин знает и в доле, то какой же это мэр? Ну, то есть, при любом раскладе администрация Мустафина должна быть удалена из мэрии города Уфы вот после вот этой истории. Несмотря на то, что уже предпринимаются попытки соскочить с этой темы и переквалифицировать вот эту историю, значит, с Тухватулиным и его замом, попытка эта предпринимается уже в рамках следствия, значит, пытаются договориться и с ФСБ, и со Следственным комитетом. И будет очень печально, если повторится история чиновника из правительства, который тоже был взят с поличным в декабре 2019 года, и буквально через несколько месяцев оказалось, что он, ну, не то чтобы не виноват, а всего лишь на условный срок тянет, хотя там была абсолютно чистая операция, все с деньгами, с поличным, из Нефтекамска, все от кого кому было известно, бац и соскочил. Будет очень грустно наблюдать, если опять наши правоохранители пойдут на поводу уговоров и агитации властей, значит, не порочить им светлый облик и спустить на тормозах этого Тухматулина, его заместителя, его брата двоюродного, который был там посредником передачи денег. Будет очень грустно, если следственным органам не удастся раскрутить цепочку коррупционную в мэрии и добиться от Тухматулина показаний о том, кто на самом деле возглавляет всю эту систему, ну, будем, конечно, наблюдать, честно говоря, есть и в ту, и в эту сторону предпосылки, я знаю, что довольно серьезную роль сыграли здесь федеральные представители силовых структур, которые сейчас здесь находятся в связи с событиями на Куштау, я знаю, что некий импульс был задан им для того, чтобы ускорить вот эту операцию, а следили за Тухматулиным и его подельниками достаточно давно. Важнее отметить и такие обстоятельства, которые появились на прошедшей неделе, в этом деле. Первое, ну, во-первых, Мустафин у нас сбежал как бы на изоляцию, причем изоляция там такая странная, он вроде как не заболел, а вроде как с кем-то контактировал, и теперь, значит, боится заразить следователей. В общем, до 14-го числа, 15-го, как минимум, Мустафин, значит, скрывается от вопросов следователей и силовиков. Очень удобная позиция, согласитесь, да, за это время можно там все, что нужно спрятать, все, что нужно подчистить и с кем нужно договориться, но будем надеяться, что этого не случится и будем надеяться, что все-таки Мустафина на свет божий вытащат за, значит, все вот эти вот проделки. Ну, а вторым таким нюансом и интересной подробностью этого дела является то, что на самом деле ни о какой гостинице речь не шла. Это такая дымовая завеса следствия. На самом деле речь идет о другом строительном объекте, о других процессах коррупционных в мэрии. И вот эта вот история про какую-то гостиницу в Октябрьском районе, за которую дали взятку вот этому Тухватулину и всей этой системе, это, честно говоря, неправда. История с попыткой разоблачения деятельности Александра Сидякина или, как теперь его называют, Саша Сидиакин со стороны издания Про Уфу имела продолжение на этой неделе. На этой неделе Саша Сидиакин подал в Ленинский суд иск против издания Эхо Москвы и Рамиля Рахматова в защиту чести и достоинства самого себя любимого. Там очень интересные детали есть в этом иске. Я думаю, что на следующей неделе мы увидим некоторое развитие событий в том смысле, что я пока не буду по просьбе юристов уточнять эти детали, не буду давать карты в руки бестолковым юристам Саша Сидиакина. Но есть у меня ощущение, что иск против Рамиля Рахматова и Эхо Москвы писал тот самый рыбак, который считается главным юристом в администрации Радия Хабирова. Тот самый Азат Галин. Мы помним о его подвигах и квалификации. В общем, на следующей неделе посмотрим. Важнее другое. Важнее, в общем-то, то, что все-таки Сидиакин ввязался в эту историю. И это, конечно, станет началом конца его политической карьеры, потому что еще ни одного не было случая, когда политик уровня Сидиакина, пытаясь бороться со средствами массовой информации, одержал бы победу. Кроме всего прочего, я понимаю, что Руфа Рахимова и Рамиль Рахматов добьются всего возможного из этого иска, как бы не проистекало судебное разбирательство. Я нисколько не сомневаюсь в том, что многие вопросы, как говорится, США Сидиакин решил заранее. Но есть интересный нюанс. Помимо того, что у нас есть, кроме Ленинского суда, который уже кроме ухмылки и улыбки ничего не вызывает, у граждан у нас есть Верховный суд РБ, в котором США Сидиакин тоже неплохо себя чувствует, но самое страшное есть шестая касация в Самаре. А в последнее время эта касационная инстанция рубит направо и налево решение башкирских судов, так, что в разные стороны щепки летят и вот там авторитета США Сидиакина совершенно нет. И туда нельзя позвонить и чего-нибудь там договориться и чего-нибудь там объяснить. И вот тут случится, скорее всего, страшное. Ну, в общем, будем наблюдать эту Санта-Барбару. Повторюсь, что Александр Сидиакин совершил фатальную ошибку, пытаясь давить и судиться с башкирскими СМИ. Я думаю, что вот с этого и начнется закат его политической карьеры, хотя, конечно, выходки с Виталиком Милоновым и прочие вот эти всякие лифтовые истории, конечно, не добавляют плюса в его карму и в том числе в политическую карму. В общем, конечно, будем наблюдать разложение и отставку господина Сидиакина на протяжении, я думаю, вполне себе обозримого отрезка времени. Неожиданную инициативу проявили граждане республики на прошедшей неделе. Появилась петиция с требованием передать введение Минздрава полностью РКБ-2, Республиканскую клиническую больницу номер 2, которая многие годы, ну, практически всегда, была элитной больницей, элитным медицинским учреждением для руководства республики. Там лечатся министры, замминистры, сотрудники аппарата главы, ну, еще там некоторые приближенные. Как сказал в своем интервью на прошедшей неделе господин Забелин, министр здравоохранения, что к РКБ-2 прикреплен контингент. Вот таким вот старорежимным советским терминологией господин Забелин охарактеризовал режим работы РКБ-2. Так вот, граждане создали петицию с требованием передать на фоне вот этой эпидемиологической обстановки разгорающейся эпидемии во второй раз в Башкирии передать РКБ-2, как говорится, народу. Это очень смешно, если честно. Это последнее, наверное, что передадут наши чиновники из тех льгот, которые они имеют, потому что они прекрасно понимают уровень здравоохранения в Республике Башкортостан. Иллюстрацией этого может служить то, что заболевший COVID-19 ректор БГМУ Павлов лежит сейчас именно в РКБ-2. Не в своей подведомственной ковидной больнице, которую развернули на базе больницы и клиники БГМУ, а вот в РКБ-2 лежит Валентин Павлов. Вот это четко иллюстрирует недоверие самих чиновников и самих представителей власти в Республике Башкортостан к тому Минздраву и к той медицине, которую они создали и предоставляют населению Республики Башкортостан. Господин Павлов сам боится лежать в собственной клинике. Все. Какие еще могут быть, как говорится, комментарии к этому всему? Ну, РКБ-2, конечно, никому не отдадут. У нас завтра, 11-го числа, День Республики будут проходить всякие мероприятия, в том числе и публичные. Приезжает там Элвин Грей, вот этот человек-бурундук, но хуже того приезжает Юрий Шевчук. И вот он-то как раз может собрать людей. Я заклинаю, не ходите на массовые мероприятия. Обстановка с COVID-19 действительно очень плохая. Вчера почти 12 тысяч человек за один день заразились в Российской Федерации. Это абсолютный рекорд. Судя по количеству зараженных и умирающих, мы находимся в ситуации худшей, чем мы были в марте-апреле. А власти наши устраивают увеселение, салюты и сборище людей. Но давайте не будем смотреть на их безумие. У них там другие мотивы, понимаете, им нужно отвлекать, веселить, им нужно разбавлять вот тот негатив, который они сами создали. И вот здесь, конечно, у меня огромная претензия к Юрию Юлиановичу. Неужели Шевчук, хоть он и давно уехал из Уфы, но все-таки неужели он не питает никаких нормальных чувств к жителям Башкирии и Уфы, если он готов за какой-то там гонорар собрать тысячи людей и подвергнуть их опасности, на самом деле смертельной опасности, потому что статистика и математика говорит нам о том, что те, кто придут на мероприятие с Шевчуком, какое-то количество из них обязательно умрет от COVID-19. Вот так устроена математика. А очень многие заболеют. Вот подумайте, посмотрите по телевизору, включите диск, вспомните того Шевчука, который не велся на вот эти вот гонорары ковидных времен, который пел там про осень и прочие вещи, да, не стреляй. Оставайтесь дома. Давненько мы ничего не говорили про долевое строительство. Проблема, собственно, заморозилась. Не очень что-то происходит, но происходят какие-то тревожные моменты. Вот за последние две-три недели я получил несколько писем и несколько сообщений по поводу жилого комплекса Биосфера вот в этом районе планеты. Принадлежит он первому тресту. И там какие-то очень противоречивые данные, письма разного характера, разной тональности, от каких-то панических до достаточно странных. В общем, сформировалась какая-то повестка, какие-то проблемы, какие-то претензии к застройщику. В частности, там пропал куда-то фитнес-центр, совсем панически настроенные граждане пишут о том, что дома там начинают съезжать в Сипаилово. Появилась какая-то инициатива по выдвижению иска к Николаю Дроздову, нашему всероссийскому любителю зверей и природы, за какую-то неправильную рекламу этого жилого комплекса. В общем, какая-то такая нехорошая, странная каша. В общем, я вознамерился в ближайшее время разобраться с тем, что происходит в этой биосфере. Мы больше года назад, наверное, туда ездили, может быть, даже полтора, снимали там сюжет, с тех пор там что-то изменилось, что-то не изменилось. В общем, возвращаемся к этой теме. Хотелось бы понять, что происходит, потому что биосфера все-таки худо-бедно, еще строилась до недавнего времени, я не знаю, как сейчас, вот сейчас освежу свои знания. А в остальных, конечно, комплексах по Уфе и по Башкирии почти ничего не происходит. Практически на месте проблема Серебряного ручья, там идут какие-то подковерные переговоры. Пока никакого результата не достигнуто, Миловский парк стоит на месте, дело движется к зиме, и все остается на своих местах. А вот биосферой займемся на следующей неделе. Я напоминаю о том, чтобы вы ставили лайки, нажимали колокольчики, подписывались сами, подписывали своих друзей, знакомых и родственников, делали перепосты в соцсетях наших сюжетов. Все это вместе с денежными пожертвованиями, за которые мы бесконечно благодарны каждому, кто пожертвовал хотя бы рубль нашему каналу, вместе все это помогает нам расширить аудиторию, донести вот эту информацию, в том числе и вашу информацию, которую вы присылаете, и которую мы совершенно бесплатно освещаем настолько, насколько можем. Так что давайте вместе добиваться результата, вы даете нам информацию, вы поддерживаете канал, а мы стараемся давать эту информацию так, чтобы она хоть как-то действовала на улучшение общей ситуации. Некоторое время назад и отмечу, что из нескольких источников мне пришла довольно тревожная информация из села Нагаева под Уфой, и речь идет о том, что местные власти каким-то странным образом разграничили кладбище, которое там есть. На давно уже там существующем кладбище почему-то появилось разграничение территории, и местные жители предполагают, что администрация населенного пункта отдает часть кладбищенской территории под застройку. Земля в Нагаево, конечно, дорогая, безусловно, и уже давно традиционно дорогая, жить там престижно и хорошо, и вот местные жители опасаются того, что часть их кладбища, причем вместе с захоронениями, будет передана под застройку. Примечательно, что на том участке, который предположительно отходит под застройку, находится могила бывшего прокурора Менликеева Рима и его супруги Римы, это, конечно, такая немножко ирония, горькая ирония, что человек, который охранял законность, попадает под такие предположительные незаконные действия местной администрации. Я не до конца разобрался в том, на самом деле передается ли эта земля, но то, что она каким-то странным образом теперь разграничивается, это точно. Я прошу жителей Нагаева подтвердить или опровергнуть эту ситуацию, прислать мне более внятные снимки или видео этой территории, чтобы стало понятно, действительно администрация вознамерилась отдать часть кладбища под застройку или это только предположения. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова